Радио Болтком Слушайте по пятницам на Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется Открыть ящик Пандоры Всем еще раз здравствуйте и доброе утро Начинается программа Климат-контроль И с нами на прямой связи Журналист, пишущий о науке Ученый, морской геолог Константин Рангс Доброе утро, здравствуйте, Константин Доброе утро, доброе Ну и учитывая действительно профессию И большой богатый опыт Полученный, вот можно сказать В полевой работе Сегодня хотелось затронуть Тему, которая как-то взволновала Действительно очень многих И туристов, которые отправлялись В этот регион Извержение вулкана на острове Пальма Насколько Часто происходит Такого рода События В мире, насколько Вулкан, вулканическая деятельность Может ли прогнозироваться Учеными Ну и какие масштабы Вообще разрушений Каким масштабом он грозит Помня вот историю города Древнеримского Помпеи Ну начнем, наверное, с того Что ситуация, которая была В Помпеи Это свидетельство Как мы сейчас уже достаточно Неплохо знаем Тут большое значение имеют И археологические раскопки В натуре И, кстати, раскопки Условно говоря В источниках Которые сохранились С того времени Письменные Показывает, что Вулкан Везувий В общем-то предупреждал О том, что он может Взорваться Но Вся проблема в том, что Очень часто люди Не внимают этому предупреждению И за последние две тысячи лет Ничего ведь не изменилось По большому счету Вот смотрите Как что сейчас мы видим С этим вулканом Кумбре-Вьеха Да Вообще остров вулканический Вся эта гряда Канарских островов Она вулканическая Значит Последнее землетрясение Было 50 лет назад В 71-м году Но до этого было Землетрясение По-моему, в 49-м То есть Это не означает Что вот именно 50 лет И все Вот можно отсечку ставить То есть Есть зазоры Есть были больше Периоды спокойствия Были меньше Дальше Примерно понятно Что Если вы живете На вулкане То И который периодически Извергается То нужно понимать Что делать Когда он начнет Взрываться Или начнет Извергать лаву То есть Куда бежать И тут Действительно Такой интересный момент Что Извержение Которое сейчас Происходит На этом Острове Пальма Оно Происходит же Не там Где вот Находился Главный кратер Оно находится В южной части Причем Это склон И извержение Которое происходит Из трещины Ведь по сути дела Представьте себе Лесопарк В котором Лопается земля И начинает Извергаться лава Вот так Вот если бы у нас В межопарке Бы началось Кстати Надо сказать Что даже Вот в письменной Истории Даже в последние Века Например Такие примеры Есть Когда буквально Вот разверзалась Земля на поле И оттуда Начинала Извергаться лава Конечно Это в активных Зонах Земли Мы находимся На платформе Такое Можно сказать Крайне Маловероятно Но факт Фактом Что действительно Это произошло Не в том месте Где может быть Ожидали Хотя Надо сказать Что ученые Вулканологи Которые постоянно Следят за этими Островами Еще Где-то За 10 дней Обнаружили Рост Сейсмической Активности Лава Движется Наверх Но это еще Не лава Лава Это когда Она излилась А внутри Пока она еще Не излилась Она магма Так вот Эта магма Движется Наверх Что такое Магма Особенность Магмы В том Что там Все газы Они находятся Как бы В растворенном состоянии Это все равно Что шампанское Запертое В бутылке Ведь когда Вы берете Бутылку шампанского Крутите ее Там же пузырей нет Ничего Вы не видите Да И это очень важный момент Углекислота Растворена Она создает Именно Вот эту Самую Угольную Кислоту H2CO3 Вот И ее не видно Она растворена Эта кислота В этой самой В жидкости В данном случае В шампанском Но как только Вы открываете Пробку Да Давление Сразу падает И начинается Процесс выделения Чистого СО2 Такое же происходит И в вулкане Как только Эта магма Дошла До верхней точки Или уже Подходит Давление Внутри Падает Газы Начинают Выделяться Газы Самые Разные В результате Чего Происходит Вот этот Красивый И страшный Одновременно Фонтан Ну и Происходит Излияние Лавы Которая Пузырится Выделяет Газы А вот Газы Они могут Быть ядовитыми Для человека Да Конечно Например Самое Такое Тяжелое Ну во первых СО2 Углекислый Газ Он просто Вытесняет Воздух Кислород Воздуха И там Можно Затохнуться Потерять Сознание Потому что Вы не Замечаете Что вам Не хватает Воздуха Кислорода Но это Еще ладно Полбеды Потому что Если человека Оттащить Там где Есть Вещественный Воздух Или дать Ему маску Кислородную То он Тут же Приходит В себя А вот Если Допустим Надышаться Сернистым Газом Это Соединение Сера Например СО2 Двуки Сера То тут Гораздо Все хуже Потому что Начинается Разрушение Легких Двуки Серый Прекрасно Взаимодействует С водой Образуя Кислоты Вот И вот Это Очень Плохо Мало Того Четкого Запаха Вот Когда Еще Выделяются Эти Фумаролы Этот Запах Серый Он Чувствуется А Пары Вот Уже Кислоты Они Как бы Имеют Гораздо Более Притупленный Запах Но Все равно Это Очень Сильно Раздражает Слизистые Оболочки Глаза Вот Очень Вредно Для легких И Очень Легко Надышаться До Такой Стадии Что Смертельные Случаи Что Называется Сплошь И Рядом А Кроме Этого Есть Другие Сочетания Другие Газы Короче Говоря Дышать Тем Что Выделяет Вулкан Прямо Скажем Не полезно Очень Или Будем Говорить Опасно Опять же Нужно Сказать Что Одна Из Величайших Тайн Природы Почему Бывает Что Один И Тот Ж Вулкан Может Выделять Извергать Разного Состава Лаву Вот Хотя Вообще Часто Бывает Что Есть Вулканы Специализирующиеся Только На одном Составе Что Как Скажем Почему Это важно Дело Все в том Что В составе Лавы Есть Вот Это Вещество Которое У нас В чистом Виде Называют Кварц Песок Состоит Из Кварца Вот Силициум Омон 2 Кремний Оксид Кремния Так вот Кремнизем Так вот Что Получается Что Когда Его Примерно Половина Лава Очень Жидкая И Очень Горячая 1100 1200 Градусов Но Она Течет Причем Течет Быстро Она Может Течь Со Скоростью 2 3 Метра В Секунду Вы Представляете Себе Когда Вот Она Течет 2 Метра В Секунду Это Такой Неплохой То есть Нужно Постараться Чтоб От нее Убежать Но Вообще Мировой Рекорд Это 18 Метров Секунду То есть Это Течет Как Вода То есть Лава Может Быть Такой Жидкой Когда В ней Мало Вот Этого Оксида Кремния Но Когда Его Содержание Увеличивается Всего Лишь На Несколько Процентов Лава Становится Более Вязкая Она Чуть Холоднее Ну Что Такой Холоднее Тысяча Градусов Или Девятьсот Все равно Это Кошмар Но Она Становится Более Вязкая Такая Тестообразная И вот Это Действительно Очень Такой Момент Что Если Лава Жидкая То Она Совсем Четко Ведет Себя Как Жидкость Очень Быстро Перетекает Находит Себе Новый Путь И Новые Порции Лавы Уже Текут Не По Холодной Земле А вот По Этому Самому Гладкой Поверхности Ранее Вытекшей Лавы Таким Образом Если Посмотреть На фотографии Языков Лавовых Полей То Там Очень Интересная Система Как Она Движется И Двигаться Самое Интересное Она Может Либо По Проторенному Руслу Но Если Что-то Там Ей Не Понравится Она Может Уйти И Вбок Ну То же Самое Как Если Вы Взяли Где-нибудь На склоне Таком Качковатом И вылили Ведро Воды Вода Даже Не побежит Прямо По одной Линии Вниз Она Будет Как-то Так Петлять И Поэтому Быть Уверенным Что Эта Лава Не Попадет Потом В конечном Итоге К вам Нет Никакой Возможности Это К вопросу О том Что Во-первых Как Типа Ожидать Землетрясения Можно Сейчас При Современном Развитии Науки Но Уже Ожидать Тогда Когда Уже Нужно Не Планировать Условно Говоря Строительство Нового Виадука Или Каких-то Агломераций Городских А когда Нужно Планировать Вывоз Людей Что Называется Выгонять Метлой Из Их Номеров В отелях Плевать На их Крики И Восмущения И Сажать В автобусы Или Что Там Есть И Быстренько Вывозить Потому Что Одна Из Остальных Проблем Заключается В том Что В месте Где Начинается Вот Такое Стихийное Бедствие Одна Из Основных Проблем Это Лишние Люди Которые Там Остаются В первую Очередь Конечно Нужно Избавиться От Туристов Туристы Это Зеваки Они Там Ничего Не Теряют Как В той Кумбре Они Ничего Не Теряют Они Сейчас Посмотрели Сделали Селфи Сделали Интересные Кадры Сели И уехали Они Дискот Деньги Заплатили А Дальше Возьмем Местных Жителей Это Следующая Проблема У человека Там Дом Стоит Допустим Банановая Плантация Которые Погорели Там Еще Что-то Просто Дом Их Личный Кладбище И все Прочее Церкви И мы Как видели Замечательные Из кадров В смысле Замечательные Потому что Они Просто поражают Своим Символизмом Когда Показана Колокольня Церкви Которая Стоит Потом Начинает Покачиваться Туда Сюда А потом Рушатся Потому что Все Церковь Подмяла Под себя Вот Эта Лавовая Масса Она же Высотой 12-15 метров Стена Температурой Почти В тысячу Градусов Высотой Четырехэтажный Дом Вот Можно себе Представить И что ты Этому Противопоставишь Никакие Наши Сооружения Ничего Сделать Не могут Против Остановить Вот этот Поток Потому что Действуют Две силы С одной С другой стороны Напор Новых Масс Магмы Которая Лава Которая Изливается А с другой Стороны Реальная Сила Тяжести Которая Тянет Ее Вниз По склону Дальше Проблема В том Что с этими Людьми Им жалко Бросать Своё Имущество И они Надеются До последнего Что Беда Пройдет Мимо И вот Кстати В случае С Кумброви Там же Действительно Есть Несколько Домов Которые Называют Чудом Когда Лавовые Потоки Обошли Эти Дома То есть Теперь Уже Когда Все Застынет Возникнет Вопрос Долгое Время Как К ним Добираться Только На вертолете Вот Но Тем Тем Не Менее Эти Дома Уцелели И Надо Скать Что Людям Очень Многие Надеются До Последнего Но Когда Вот Это Вот Уже Магма Подлетает Приползает То Остается Только Хватать Документы Кошку Своих Домочадцев И Быстро Бежать Пока Есть Время Спастись Потому Что Изливание Лавы Это Одна Беда Но Начинающиеся Взрывы И Выбрасывание Пепла Это Было Газдо Сложнее Потому Что Пепел Он Не Холодный Он Горячий Его Он Может Быть Все Больше И Больше И Больше И В какой-то Момент Моим Что Вы Уже Ити Не Сможете По Этому Пеплу Он Разъезжается Под Ногами Это Все Так Очень Интересная Субстанция Это Не Песочек Это Не Глина Это Очень Такая Очень Неприятная Вещь Машины Вязнут Да Самолеты Вертолеты Так Они Просто В этих Облаках Не Летают Потому Что Всасывая Воздух С пеплом А пепел Этот По своим Смойствам Это Ну Подумайте Это Корунд Это Наждач Вот Соскоблитель С бумаги Наждачной Вот Этот Порошок И Представьте Себе Что Вы Его Запустите В всасывающую Систему Вашего Автомобиля Долго Он у вас Поездит Не Очень Вот Это Одна Из проблем А с турбинами Вообще Плохо Как Показали Испытания Которые Проводили Финны Во время Взрыва Один Лет Тому Назад Вот Этого Самого Вулкана В Эйф Ядалекюдель Да Вот Они же Финны Подняли Два Довольно Стареньких Своих Самолетов С военными Летчиками У которых Катапульты Были Все И те Полетали В облаках А потом Когда сели Специалисты По двигателям Они стали Дотошно Исследовать Лопатки Турбин И обнаружили Что таки Да Турбины Разрушаются Когда самолет Летает В этих Самых Облаках Этому Есть официальные Отчеты И кстати Финны Тут же Отправили Эти отчеты Всем заинтересованным Сторонам То есть не зря Были прекращены Полеты Самолетов Из-за этого Извержения Вулкана Ну конечно Понимаете Тут вопрос Какой Ведь это же Замечательно Были кадры О том Что как Облезает Краска Да Ну ладно Бог бы с ней С краской Пережить Можно Но дело Все в том Что Истончаются Турбины Вот эти Лопатки Турбин И они Становятся Асимметричными В двигателях Нарастает Вибрация И если Будет Вибрация Нарастать Все больше И больше Двигатель Разрушится Ладно Это были Военные Летчики У них Были Катапульты Они знали Куда На что Шли И в конечном Счете Их это Работа Рисковать Жизнью У военных Пилотов Ну в данном Случа Они рисковали Жизнью Ради Интересов Гражданской Авиации И у них Да У них Были Средства Спасения Да А что У гражданских Самолетов Так Надо сказать Что именно Поэтому Очень осторожно То разрешают Там Сажать Самолеты То запрещают Потому что Проблема Ведь в чем Что Ладно Говорят Ну не летайте На винтовых Самолетах Летайте На этих На Турбореактивных Летайте На Прошневых Ну так Опять таки Воздух Прошневой Двигатель Всасывает И всасывать Он его будет Вот с этим Самым И с этой Корундовой Пылью То есть Это известнейшие Случаи Были аварии Кстати Те кто хочет Посмотреть И получить эмоции Можно посмотреть Замечательный Фильм Посвященный Взрыву Вулкана Сент-Хелленс И Называется Этот фильм Данте Пик Пик Данте По-моему С Пирсом Броссом И Линдой Гамильтон Я помню Вот посмотрите Это в плане Техническом И научном Очень Ну там конечно Есть натяжки Всевозможные Да Вот Но Вот Сцены Того Как Что происходит Когда сыпется Пепел И как Практически Невозможно Избежать Когда уже Он сыпется По максимуму Это очень Опасная вещь Поэтому Правило Есть такое Как только Что-то Началось Не надо Ждать Вот хорошего Кадра Ну Сняли И При первом Жем Заявлении О том Что рекомендуется Покинуть Зону Надо валить Вот Потому что Конечно Это привлекает Идея Быть засыпанным Пеплом Вот Превратиться Спустя Несколько Сот Тысяч Лет В такую Вот Пустоту Которую Потом Можно будет Залить Гипсом Как в Помпеях Было Отвести Вашу Фигуру В музей Чтобы все Видели О том Что вот У нас Извините Меня Фигура Человека Который Делал Фотографии Задержался Вот тут Его и засыпало Он скорее всего Успел Задохнуться Вдохнуть Раскаленный Воздух Упал Вместе Со своим Фотоаппаратом Ну тут Пепел Его и Прикрыл Конечно Перспектива Весьма Интересная Вот Но дело Дело В том Что это Будет Грустно Для Ваших Родных Ну Как говорится Шутки Шутками Но Это Не Шутки Понимаете Это Крайне Опасная Вещь И Надо Заметить Что С момента Того Как Что-то Начинает Трястись И Что-то Начинает Извергаться До Того Момента Когда Там Может Что-то Произойти Уже Такое Быстрое Это Может быть Совсем Немного Я Он Фотографировал До Последнего До Последнего Он Понимал Что Сбежать Он Уже Не Сможет Потому Что Скорость Распространения Вот Этой Гигантской Стены Перекластическое Облако Это Перекластическое Это Облако Раскаленных Обломков Оно Движется Со Скоростью Гоночного Автомобиля Никто Никуда Не Убежит Он Понимал Что Он Не Убежит Но Он Понимал Что Он Делает Очень Важные Снимки Показывающие Как Развивается Процесс Наберите В интернете Вот Это Взрыв Вулкана Святой Елены Сент Хелен Так Вы Поглядите И Вы Увидите Обязательно Эти Фотографии Мало Того В последние Секунды Он Вот Этот Фотоаппарат С Этой Пленкой Сграбастал У себя Вокруг Вот И Упал Между Камней Он Фактически Ну Полусгорел Полю Высох На глазах Да Его Засыпало Но потом Его Нашли Это Место Нашли Это Место Нашли Эту Камеру И Нашли Эту Пленку Которая Сохранила Потому 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 Его Человеческое Тело Состоящее Из Воды Сохранило Температуру Вот Как бы Температура Внешнего Вот Этой Пилокластической Массы Она Ушла На то Чтобы Высушивать Тело Этого Фотографа И Температура Не дошла До Пленки Пленка Сохранилась Вот И Теперь Мы Знаем Как Развивается Как Это Выглядит Когда Разрушается Вулкан В результате Вот Такого Взрыва Но Это Понимаете Насколько Это Страшная Вещь И Я Хочу Сказать Что Во Время Взрывов Вулканов У Нас Полно Даже В современное Время Случаев Когда Гибнут Сотни Тысячи Человек Именно Потому Что Сбежать От Этого Невозможно Физически Вот Еще Очень Важный Какой Важный Момент Если Что-то Происходит То Нужно Бежать Не тогда Когда Уже Все Конец Последний День Помпеи А когда Говорят О том Что Начались Процессы Что-то Происходит Мы Видим Что Изменяется Характер Давайте Валите Все Отсюда Из этого Какой Опасного Места Потому Что Да Иногда Бывает Так Что Кажется Что Извержение Идет На Спад Вроде Бо Там Лава Кончает Выливаться И тут же Сразу Большая Радость Ну Все Вот Все Закончилось Очень Интересно И Кстати Появляются Зимаки Которые Хотят На это Посмотреть Но Почему Лава Перестает Изливаться Потому Что Она Ставится Более Густая Образуется Пробка Очень Мощная Пробка Газы Нарастают Давление Газов Внутри Горы А потом Как паровой Котел Заглиненный Он Взрывается И вот Этот Мгновенный Взрыв Образует Вот Это Чудовищное Пирогластическое Облако Которое Тяжелое Само По себе Ведь Это Получается Взвесь Камня В воздухе И Вот Это Взвесь Камня В воздухе Естественно Несется Вниз Под Действием Силы Тяжести Со Скоростью Самолета Или Гоночного Автомобиля Вот И Все И Мало Того Когда Эта Стена Ударяет В Наши Сооружения То Разносит Она Их Как При Взрыве Атомной Бомбы То Если Сверху Просто Обошлось Тем Что Сыпется Сверху Пепел Тоже Радости Не Слишком Много Масса Очень Большая Начинают Рушиться Крыши Погребая Под Собой Всех Тех Кто Пытается Под Этими Крышами Спрятаться Вот Как Такая Картина И Таких Надо Сказать Вулканов По Разным Подсчетам На земле Штук 16 Уж Точно Есть Которые Находятся В тех Местах Где Много Людей Поблизости А в Каких Именно Местах Может Быть Ну Во-первых Надо Сказать Что Конечно Это Везувий Везувий На первом Месте Вулкан Молодой Ему По разным Данным Он Совсем Молодой Там Несколько Десятков Тысяч Лет Это С геологической Точки Зрения Случилось Вчера Везувий В любой Момент Может Начать Извергаться За ним Следят Следят Постоянно Денно Ношно И Известно Что Это Не только Извержение При Помпиях Было После Этого Были И Следующие Извержения И Поэтому Нужно Ждать И Сейчас Существуют Программы Как Действовать Чтобы Спасать Население В тот Момент Когда Станет Ясно Что Там Началось Движение Магмы Это Мы Знаем По По И По Ам Весьма Опас Целый Ряд Вулканов Начиная От Мексики И Кончая Туда В Южную Америку Там Целый Ряд Вулканов Вот Которые Тоже Периодически Извергаются И Происходят Эти Извержения С Необходимостью Эвакуации С Жертвами Очень Много Вулканов В Индонезии Там же Находятся Знаменитые Вулканы Которые В позапрошлом Веке В девятнадцатом Веке Очень Сильные Нанесли Ущерб Всему Человечеству Поскольку Их Мощность Взрыва Была Большая Они Выбросили В атмосферу Гигантское Количество Вот Этих Самых Пирокластических Материалов И пепла Что Уменьшило Подход Солнечной Энергии К поверхности Земли Ну Это И Тамбора И знаменитейший Крокотау Например Но Надо Сказать Что Снесло 150 лет Назад Но опять Таки С точки зрения Геологии Это было Даже не то Что вчера Это произошло Только что Вот он взорвался Сейчас он Знаете Как в автомате Каждый выстрел Вот с точки зрения Истории Земли Вот Это стрельба Из автомата Вот Поэтому Он опять вырастет Опять взорвется Опять вырастет Вот каждый И взрываться Он может Довольно часто Там целый ряд На территории Филиппин Вулканы Опасные имеются Тоже Это нужно В Гавайи По счастью Там получается Такая вещь Что в Гавайях Течет Очень жидкая Лава Там Вулканы Что называется Весьма активные Но они Не имеют Вот такой Вот Страт Формы Кудасообразной По причине Того Что лава Жидкая И она течет Стекает В море Себе И собственно Гая так Сумирует Острова Кстати Сейчас Кумбрь Вьеха Тоже Расширяется Увеличивается Уже примерно На 20 гектаров Ее площадь Увеличилась За счет Вот этой Лавы Которая Стекла В море И увеличила Размер Острова Но и сам Остров Так образовался Поднялся Из пучин Морских Морских Океанских И вот Так Как-то Развился Поэтому Надо сказать Конечно Есть вулканы В отдаленных Местах По счастью Но это Например Курильские Острова Курильские Острова Это вообще Вулканическая Гряда В известной Мере Можно и Назвать Японию Тоже Вулканическая Страна Там тоже Есть Несколько Крампасных Вулканов То есть По сути Дела Если посмотреть Вокруг Всего Тихого Океана И в центральной Части Вулканы Имеются Активные В Африке Очень Интересные Вулканы Но в том числе И весьма Катастрофические То есть С африканского Континента В центральной И восточной Части Постоянно Приходится Общение О извержениях О выбросах Ядовитых Газов Там плещется Лавовое Озеро Самое большое На планете В общем Короче говоря В Африке Она активна Тем более Что восточная Ее часть Откалывается От основного Материка Происходит Там процесс Раскалывания Африки Поэтому Так скажем Там Все очень Даже Так скажем Динамично Происходит Ну и опять же Возьмем острова И это Исландия Это Острова Вот эти Канарские И опять же Стоит обратить внимание Они один Везувий Вот Этно Постоянно Стромболи Вот Вулкан Это те вулканы Которые на поверхности Земли А вот В самом На дне Средиземного моря Тоже работают Вулканы Средиземное море Это древний океан Который умирает В каком смысле Африканская плита Движется на Европу И она Большой океан Уже сжала До размеров Средиземного моря И этот вулканизм Будет только Увеличиваться А через И заметьте Вот например Альпийские горы Альпийские горы Несмотря на Всю вот это Разрушение Природное Да Они же все время Растут вверх И перспектива Альп Это вознестись Как Гималай Потому что Скорое время Конечно В геологическом Смысле Африка Ударится Окончательно Сожмется Ударится В Европу И на месте Всех средиземноморских Стран Начнут вздымливаться Гигантские горы Наподобие Гималаев Гималаев тоже Образовались Потому что Индия Со всей дури Врезалась в Азию И они тоже До сих пор растут Индия Пытается еще Как-то Допихаться Доверх Это все происходит Из-за того Что все наши Материки Как Кружки Моркови В супе Двигаются По поверхности Планеты Подогреваемые Используя Энергию Внутреннего Пожар А у нас между тем Звонок Да Здравствуйте Доброе утро Вот что интересно Было извержение Вулкана Например В какой-то Местности Люди Все оттуда Убежали Потом Прошло Я не знаю Сколько там Количество лет Люди Опять На этом месте Поселились В Америке Горят леса Леса Сгорели Дома Сгорели Через Кое-то Время Люди Пришли Опять Поселились Вот как Объяснить Вот это Человеческое Я не знаю Как это Назвать Но Мне всегда Было удивительно Спасибо Спасибо Ну надо сказать Что вулканические Почвы Спустя некоторое Время После того Как они Все остывают Они становятся Весьма Плодородными Ведь Это Богатей Это можно сказать Что там В этих почвах Огромное количество Минералов Растениям Это очень хорошо Жизнь Она берет свое Она начинает Отвоевывать Вот эту вот Поверхность Вот Очень стремительно И таким образом Люди Которые Занимаются Выращиванием Продуктов Питания Им там Просто-напросто Легко Прокормиться Вот поэтому Они туда и идут И к тому же Нужно отметить Вот это Очень важная вещь Горизонт Планирования Да Планирования Жизни Если человек Живет И думает Вперед максимум На несколько лет А то и месяцев Ему условно говоря Нужно пережить зиму И вот он здесь Может Прокормиться Да Тут все растет Там все хорошо Вот он сейчас Снимет урожай И здесь он проведет зиму Потому что Если у него Не будет урожая Он просто-напросто умрет Еще сто лет назад Это было реально Подумайте Последний крупный Голод Вот Был всего лишь Меньше 70 лет Тому назад А в многих Регионах Мира Он до сих пор Продолжается Это мы здесь Извините меня Завескость Зажрались Вот А Вообще Ситуация Очень плохая И вот для этих людей Когда появляются Грет и Тунберг Говорят Политикам о том Что Или взрослые люди Все усложняют Это Извините меня Разновидность Такого Юношеского Идиотизма По одной простой Причине Что Выращивая Что у людей Когда у них Стоит вопрос Им дожить До следующего Сезона Или хотя бы Прожить Вот Иметь этот самый Пережить зиму И их совершенно Не волнует Какие там Будут отдаленные Последствия И вот этим людям Объяснять о том Что мы должны Действовать так Так-то так-то Или например Не селиться здесь Потому что В течение Ближайших Десятилетий Или там Годов Может произойти Извержение Вулкана Я например Знаю о чем Я говорю Потому что Я работал В том коллективе Который предсказывал Извержение Который предсказывал Землетрясение Катастрофическое На севере Острова Сахалин Но наши Исследования Показывали Что результат Будет жуткий Совершенный Земля будет Разжижаться Все что на ней Стоит Будет Рассыпаться В прах И тонуть В разжиженном Песке Расчеты Показали Опыты Мы провели Допустим Только по одному Участку Более тысячи Экспериментов И все было Очень грустненько И были Опубликованы Материалы Наши специалисты Вулканологи И специалисты Исмологи Говорили И говорили О том Что это Произойдет В течение Ближайших Пяти Тире Десяти лет И нужно Все менять Нужно Во всяком Случае Двух Людей Из тех Зданий Где они Живут Вывозить Но это Был 1990 Год 91 Советский Союз Рассыпался В Новой Россию Было Как бы Не до Этого И в Мае 1995 Года Случилось Ожидаемое Землетрясение В Нефтегорске Где погибло Более Двух Тысяч Человек И представляете Ощущение Когда ты знаешь Что катастрофа Будет Что люди Погибнут Но сделать Ничего Невозможно Но опять Таки Мне пришлось Общаться С чиновниками Которые Говорили А ты Представь себе Как мы На вашем Прогнозе Должны Поступать Взять этих Людей И вывести В поле В палатки И говорить Ребята Живите вы Сейчас в палатках Или в каких-то Счетовых Домиках Потому что Дескать Либо через 5 Либо через 10 Лет пройдет Землетрясение И ваши Комфортабельные Панельные Дома Пятиэтажки Рассыпятся Вправь Вот Как вы Это себе Представляете И вот Действительно Непонятно Что с одной стороны Мы не можем Назвать день и час Специалисты Когда это Произойдет А с другой стороны Ясное дело Что что-то Нужно делать И стараться Подстелить Соломку Поэтому Здесь Очень тяжело Как говорится И сытый Голодного Не разумеет Живущие В стабильных Условиях Там где нету Ни землетрясений Ни других Больших Природных Катаклизмов Как например В Швеции Или допустим У нас Очень трудно Себе представляют Как ведет Жизнь Там где Эти катаклизмы Реальные Ну Повторяемые События Вот например Как в той же Японии Почему вот удивляются Почему в Японии Такое Особенно раньше Было такое Культ Спокойного отношения К собственной смерти Потому что Она была Постоянной Всегда Вот Каждый Следующий день Мог быть Последним И поэтому Как писалось В старых Трактатах Японских Начиная Новый день Освежай Свою жизнь Размышлениями О грядущей смерти В течение Дня Потому что Там Какая Была Жизнь Вот И я что хочу Сказать Что Если Как бы Завершая Свою Такую Речь Хочу сказать Что есть одно Правило Прежде чем Куда-то Отправляться Ну хотя бы Прочитайте Википедию Куда вы едете Если вы Прочитали Что там Бывают Землетрясения Наводнения Тайфуны Прочитайте Больше Бегите В автобус Потому что Проснулся Вулкан Или Произошло И к нам Идет цунами Не мешкайте Потому что Ваша жизнь Стоит гораздо Дороже Чем кадры Которые Можете разместить В Ютубе Или ТикТоке Вот пожалуй Все Спасибо большое Константин Рангс Программа Климат-контроль До следующей Пятницы До свидания До свидания До свидания